Поводок в Алтайском крае завершился без происшествий. Уровень воды в реках региона уже начал спадать. В этом году на реке Али были построены дамбы. Благодаря этому подтопление Рубцовская и Алиска удалось избежать. Также благоприятному исходу способствовали подрывы льда на реке Чумыш в Тольменском районе, на Биев-Бийском районе. В зону подтопления попали 4 района. Вода зашла в 6 населенных пунктов, пострадали 12 жилых домов и 145 приусадебных участков. Исход минувшего паводка можно считать благоприятным. В 2014 и 2018 годах количество подтопленных населенных пунктов в Алтайском крае исчислялось в сотнях, а количество пострадавших жителей в тысячах. В данный момент гидрологическая обстановка в Алтайском крае стабильна. 25 выпускников Алтайского края получили максимальный балл за ЕГЭ по русскому языку. 700 человек сдали экзамен на 90 и более баллов. Экзамен на 100 баллов написали 8 учащихся из Барнаула, трое из Бийска, по 2 выпускника из Волчихинского и Шипуновского районов, Рубцовска и Ярового. Средний балл составил 62,6. ЕГЭ по русскому языку – это один из обязательных предметов для поступления в ВОЗ. Будущему студенту нужно набрать на экзамене не менее 36 баллов. В Министерстве образования и науки Алтайского края напомнили, что ЕГЭ по русскому языку сдали уже более 12 тысяч человек. Кто-то любитель культурных мероприятий, а кто-то более активен и жаждет экстрима или развлечений на свежем воздухе. Теплая погода – чем не повод выйти из дома. Анна Муратова выбрала топ-5 мест, куда можно сходить в Барнауле летом. Какие перышки, какой носок. И верно, ангельским бы должен голосок. Ой, птичка, не стыдись. Звуками живой природы можно наслаждаться вечно. Барнаульский зоопарк открыл свой летний сезон. И если у вас есть дети, они будут в восторге от прогулки в мире животных. И цена может порадовать. Детям до трех лет вход бесплатный. Ну а если вы любитель активного отдыха, вам точно захочется чего-то экстремального, например, картинга. Максимальная скорость электрокарты – 24 км в час. Организаторы обещают перевернуться на такой конструкции. Просто невозможно. Проверим на водителей, у которого нет прав. Картинг-клуб, который представлен здесь, он единственный в своем роде в нашем регионе. Такого подобного формата больше нет. Стоимость посещения варьируется от 300 рублей в будни до 500 рублей в выходные. Мы здесь проводим дни рождения в гоночном формате, экскурсии различные, учим детей, как правильно использовать эти машины. Человек на 80% состоит из воды. Купание точно доставит вам радость. А в Барнаульском аквапарке вы еще и вспомните, как в детстве катались с горки. Стоимость развлечения от 350 рублей. Приглашаем вас за хорошим настроением, за веселым временем, припровождением вас и ваших деток. Для вас у нас есть захватывающие аттракционы, горки, экстрим, труба семейная, горка, табаган, затонувший корабль. Также есть невероятные процедуры, спазоны. Ждем вас ежедневно в 10 часов утра. Залезть повыше, да еще и пролететь с ветерком. В веревочном парке «Таежная тропа» экстрим гарантирует. Здесь и скейтборд уходит из-под ног, и сорваться с импровизированной скалы можно. Такие ощущения можно испытать на сумму от 150 до 300 рублей. А каждую среду июля скидка на все аттракционы 50%. Парк «Экстрим» – единственное место в городе, где находится детская игровая площадка с веревочным парком. Также на территории парка находятся батуты. Все абсолютно безопасно. Ну и куда же без летнего отдыха в парке развлечений? В Орликино и дети, и взрослые найдут аттракцион по душе. Самые маленькие улетают в космос. А для самых больших есть развлечения пострашнее. К примеру, американские горки. Как дети, так и взрослые в одинаковом восторге. Ценовой диапазон аттракционов от 70 до 200 рублей. Все развлечения по отдельности приносят незабываемые эмоции. А если их обойти за один день, вы погрузитесь в ностальгию детства. Проверено. Анна Муратова, Михаил Дефоншан. Новости. На этом у меня пока все. Я передаю слово моей коллеге Елене Хорошавцевой в студию «Утреннего канала». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова